Я читаю из Ветхого Завета книгу Исход, главу сороковую. И сказал Господь Моисею, говоря, И повесь завесу у входа в скинию, и поставь жертвенник всесожжения пред входом в скинию собрания, и поставь умывальник между скинией собрания и между жертвенником, и влей в него воды, и поставь двор кругом, и повесь завесу в воротах двора, и возьми елея помазания, и помажь скинию и все, что в ней, И освети ее, и все принадлежности ее, и будет свята. Помажь жертвенник всесожжения, и все принадлежности его, и освети жертвенник, и будет жертвенник святыня великая. И помажь умывальник и подножие его, и освети его, и приведи Аарона и сынов его ко входу в скинию собрания, и омой их водою. И облеки Аарона в священные одежды, и помажь его, и освети его, чтоб он был священником мне. И сынов его приведи, и одень их в хитоны, и помажь их, как помазал ты отца их, чтобы они были священниками мне, и помазание их посвятит их в вечное священство в роды их. И сделал Моисей все, как повелел ему Господь, так и сделал. В первый месяц второго года, в первый день месяца поставлено скине. И поставил Моисей скинею, положил под ножи ее, поставил брусья ее, положил шесты и поставил столбы ее, распростер покров над скинею и положил покрышку поверх сего покрова, как повелел Господь Моисею. И взял и положил откровение в ковчег, и вложил шесты в кольца ковчега, и положил крышку на ковчег сверху. И внес ковчег в скинею, и повесил завесу, и закрыл ковчег откровение, как повелел Господь Моисею. И поставил стол в скинеи собрание на северной стороне скинеи вне завесы, и разложил на нем ряд хлебов перед Господом, как повелел Господь Моисею. И поставил светильник в скинеи собрание против стола на южной стороне скинеи, и поставил лампады перед Господом, как повелел Господь Моисею, и поставил золотой жертвенник в скинеи собрание перед завесою, и воскурил на нем благовонное курение, как повелел Господь Моисею. И повесил завесу при входе в скинею, и жертвенник всесожжения поставил у входа в скинею собрание, и принес на нем всесожжение и приношение хлебное, как повелел Господь Моисею. И поставил умывальник между скинею собрание и жертвенником, и налил в него воды для омовения, и омывали из него Моисей и Аарон, и сыны его руки свои и ноги свои, когда они входили в скинею собрание и подходили к жертвеннику, тогда омывались, как повелел Господь Моисею. И поставил двор вокруг скинеи и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора. И так окончил Моисей дело. И покрыло облако скинею собрание, и слава Господня наполнила скинею. И не мог Моисей войти в скинею собрание, потому что осеняло ее облако. И слава Господня наполняла скинею. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинею днем, и огонь был ночью в ней, пред глазами всего дома Израилева, во все путешествие их.